Вроде расчесались. Мне вчера девочка, у которой одела ресницы, она мне дала такую специальную кисточку, расческу, которую я буду расчесывать. Вроде расчесывается. Потому что сегодня после ночи... А, привет всем мои хорошие, всем огромный план итальянский, чао. Сегодня ночью спала и чувствую меня немножко не так было, как вчера уже. И вот как раз прошло 24 часа, даже чуть больше. Вот, 25 часов прошло. И я решила все-таки попробовать уже расчесать. И самое главное, вот здесь вот в уголке, вот так вот. Ну, сейчас я немножко подправила. Расчесала. Все, мои реснички расчесаны. И даже подкрашивать не буду. Я сейчас нижние немножко подкрашу и все. Ничего себе у нас небо. Какие-то темные тучки. Но ветер оттуда. И нам, кстати, дождь не передавали. Ну, надеюсь, надеюсь. Потому что я без зонта, без кофты иду. Зато юбку длинную одела. Потому что у нас сегодня не жарко. Так, у нас если не сезон дождей, так сезон ветров. И елки-палки. Каждый день у нас ветер. Вот. Вот действительно каждый день. И вчера, вот мы только об этом с Рину говорили. Сегодня снова такой ветроган. И прям холодный. Ну, когда солнце есть, конечно, не холодно. Но когда солнца нет из-за этих туч и облаков, то тогда, конечно, вот так. Ну, ничего. Я все равно в машине. Я не еду гулять по улице. Я сейчас решила поехать в один магазин прогуляться. Вот. Как он называется? По-моему, Ласк называется этот магазин. Мне надо посмотреть для меня пижаму. Такую демисезонную, легкую. Ну, длинную, конечно. С длинными штанами и с длинными рукавами. Не летнюю. Не для жаркой погоды. А именно для такой вот. Потом Никите тоже надо какую-то пижамку посмотреть новую. Он же растет парень. Он вымахивает. Как говорится, растет как на дрожжах. И Рину посмотрю. Там какие-то шорты. Вот. Такие вот по коленам. Ну, в общем, пойду прогуляюсь. Вот. Так что в магазине-то я не замерзну. Ну, дождь не передавали. Даже если дождь пойдет, все равно я, как говорится, не по улице буду гулять. Приехала, но что-то я не вижу вывесок со скидками. Потому что сейчас во многих магазинах есть скидки. А здесь что-то... Ну, посмотрим, есть здесь скидки или нет. Ну, ладно. Есть скидка или нет. Пойду погуляю. Пойду посмотрю. Потому что сейчас после карантина надо все магазины проверять. Как они работают. Интересно вообще. Как там вообще сейчас все изменилось. Сейчас все в жизни изменилось. Кошмар какой из-за этих карантинов. Вот. Из-за этих вирусов сейчас. Одеваю свой намордник. Блин. Я уже не говорю маски. Я уже говорю намордники. Тоже ли? Ну, все. Пошла. Хлопай ресницами и взлетай. Та-тан-та-та-тан-та-тан. Так, я нижний подкрасила немножко. Уже, как говорится, более вид. Глаза появились. Глаза появились в галинке. Видите, какая классная юбка. Всего за 5 евро. Жаль, думаю, не жаль, такая легкая, длинненькая. Чуть выше моей этой юбки. Классная, шелковая. Или типа шелковая. Пусть я вещь по 5 евро. Да, есть кое-какие скидки. Одела сегодня вот такая вот у меня длинная юбка. Снова. Кроссовки и коктышки. Маечка она. Она не сильно легкая. Она такая тепленькая. Потому что сегодня прохладненькая. Кроссовки по 10 евро. Нормально. А эти по 7. Лабутены. Что-то я женские пижамы не нашла. Мужкие есть, детские есть. А женские где? Лакья гусница. Кошмар такой. Вон, мне определенно нравятся ресницы. У меня глаза появились. Точно откажу. На каждое зеркало становлюсь. Так, ну что. Хорошо погуляла. В принципе, я успеваю... Я еще не убиваю никого. Я успеваю до обеда. Как раз домой. Погуляла, посмотрела, что и как. В общем, Ирину я не нашла. Там шорт никаких нет. Есть кое-какие шорты. Но такие шорты, такой фасон шорт, что ему надо самому выбирать. Вот, именно. Потому что я знаю, как говорится, что ему можно покупать без него, а что именно надо, чтобы с ним ходить. В общем, надо... Те шорты, которые я ищу, ему надо смотреть в других магазинах. Никите пижаму я не нашла. Ну, там были кое-какие пижамы. Но я нашла. Там есть футболки. Вот. Мужские. По 5 евро всего. Со скидками. Я выбрала хорошую такую футболку. Просторную. XL. Вот. Потому что у него пижамные шорты есть. А именно пижамных футболок таких нет. Именно, чтобы наверх одевать. В общем, одна только есть. Осталась. В принципе. А хотя можно было две купить. Ладно. В общем, купила ему одну назамен. Вот. Потом, если надо будет, еще куплю. Еще прикуплю. И себе я купила новых кроссов. В общем, приду домой, покажу. Все. Я поехала домой. Как раз к обеду. Поведаем. Где солнце. Тучи. Вроде бы у нас передавали солнечную погоду. Не передавали никаких дождей. У нас тучки какие-то ходят. Ну, наверное, пробегает просто мимо. Потому что у нас ветер сильно. Только не наверх. Вот такую вот футболку я купила Никите. Единственное, что я не видела, что здесь оказывается грязная. Но, скорее всего, надеюсь, что это карандаш. Но все равно я сейчас на стирку брошу. Такая большая футболка. Просторная. Ну, Томас. Не надо сверху. Это чисто пижамная футболка ему будет. Потому что шортики-то есть. Вот. А одной футболки не хватит. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Такая футболка Никите. Да я не играю с тобой. Угадайте, кто в сумке. Это сумка. Вот это магазин Ласк. И вот я купила такие кроссы себе новые на демисезонную погоду. Потому что мои уже старенькие были. Купила себе новые. Такими дырочками. Так. Стоили они 12,99. Вот. 12,99. Никите на футболках 5 евро. Вот. Так что я заплатила. Где-то. Я заплатила 18 евро. Одна копейка. Кстати, у Никиты сейчас контрольный идет. Тихо. Ой, надеюсь, у меня задница не треснет. Так захотелось жареных яиц. Если бы вы знали. Короче, не просто жареных яиц. Я пожарила. Я сначала поджарила лук. Я очень люблю жареный лук. Потом добавила помидоры. Потом яйца. Соль, перец. И вот такой вот обед. Надеюсь, все. Ну, такой обед я делаю раз в полугода. Раз в пятилетку даже. Не то, что раз в год. Раз в пятилетку. Очень редко. Но метко. Так что, ой, прям слюнки текут голодные. Я приготовила сейчас переливать из этого бутыля растительное масло в этот. Потому что здесь закончилось. Мы покупаем всегда такую бутылку пятилитровую. Она меньше стоит, чем покупать такие литровые. Так что, постоянно переливаем. Это уже закончилось. Сейчас пообеду и перелью. И Никите, кстати, уже обед на пара готовить. Так, пора, как говорится, запасаться снова этими жалей. Видите, три штучки осталось. Сейчас я сделаю вишню. И остается у меня только персик и яблоко зеленое. И все. Надо будет снова поехать в турецкий магазин. Набрать вот этих вот желе очень вкусных. Проказник. Ты что тут наделал? Ты что тут наделал? Ты чего тут подушки снял? Снова подушки уронил. Играя с ними. О, а эти вчерашние еще не всю мебель перевезли. Вот вчера машина была и сегодня. Видать, много мебели. Большой дом. Не знаю, только второй этаж или весь дом. Вот у нас какое небо сегодня. Вообще солнца нет. Ну, в принципе, и хорошо, что сегодня не надо тогда к свекрови ехать поливать огород. Уже завтра все равно к ней поедем вместе с Рину. Посмотрим, что там надо делать, какие работы. В общем, что? Хочешь травку погрызть, да? Давай, иди. Вот он сюда так садится рядом. Мяу, залет. Хочет травку погрызть свою. Ай, тетя мой, такой проказник. Грызи, грызи. Знаете, о чем я начала думать? Поменять помидоры. Вот эти вот первые, что я посадила. Ну, вот сейчас только начали цвести, слава богу. Ну, посмотрим, будут плоды, не будут плоды. Вообще, что-то они мне не нравятся. Вот эти вот, что я купила. Другие, вот видите, нормальные. Есть помидоры там внизу, вот наверху уже начались. Это другой кусток. Такой же, как и тот высокий. И вот ничего, вообще нет. Уже сколько времени прошло, что за фигня такая. Здесь тоже помидорчики есть. Потому что я посадила один-два одинаковых куста. Ну, как говорится, в одном горшке. Все, в общем, по одному кусту одинаковые породы. Одинакового сорта. Вот. А вот эти вот два сорта, это уже другие помидоры. Вот. И вот этот сорт мне вообще не нравится. Может быть, то, что я в супермаркете их купила. А надо ехать в специальный, как говорится, магазин. Так, это магазин, блин. Или покупать там, блин. Смотрите, какая мука по сравнению с белой. Это непросеянная мука. Я сейчас решила сделать быстрый свой хлеб. Легкий итальянский рецепт и быстрый рецепт. Но из непросеянной муки. Я вот посмотрю, что получится. Так, у нас солнце появилось. Я тент опустила прямо донизу. Ну, сижу, жду, когда у меня хлеб будет готов. И Томас тоже вместе со мной сидит, ждёт. Так, хлеб готов. Вот этот. Ой, какой он маленький. Ещё горячий. О, хрустячий. Надо, чтобы остыл. Так и хочется кусочек съесть, попробовать корочку. Так, сейчас попробуем кусочек. Хлеб из непросеянной муки. Ничего себе. Пупырышки. Ну, кстати, вкусный хлеб. Но в следующий раз я буду лучше делать наполовину. Половина белой муки, половину непросеянной муки. Так лучше будет. Потому что непросеянная мука, она всё-таки тяжелее. Вот. И мне пришлось немножко больше жидкости добавлять. Ну, а так, в принципе, нормальный хлеб. Ирину понравится. Он любит такой хлеб, когда я делаю. Даже не только Ирину. Никита тоже любит его. Так, надо убегать наверх, потому что я уже второй кусочек хлеба съела. Хватит с меня. Блин, а то никак не могу похудеть, блин. Трактор. Что он там делает, тот трактор? Скорее всего, опрыскивает рис. Есть такая история. Ирину рассказывал, что где-то лет 20 назад Италия скупала удобрения у Америки. Начала скупать удобрения у Америки для риса. И начали погибать не только сорняки там и какие-то вредные насекомые. В общем, начало всё умирать. Рыбки, жамбончики, в общем, потом журавли там, в общем, кто прилетает, например, сюда, на наши поля. Вот. И начало всё погибать, в общем. Даже рис уже плохой был. И потом Италия отказалась от американского удобрения, начала вырабатывать своё удобрение. Вот. И потом всё расцвело. В общем, поля, как говорится, зазеленели. Рис стал хорошим. И начали уже к нам прилетать и журавли, и аисты, и чайки. И снова рыбёшки появились, жамбончики. Вот. И наши удобрения итальянские намного-намного, как говорится, безопаснее и, как говорится, выгоднее. Не выгоднее. Ну да, и выгоднее, конечно, и лучше, чем американское. Вот так вот. Вот какая дочка спрятала солнце. У нас солнце ещё высоко. Так, а мы с Рино едем в один магазин. Посмотрите, мушорка Чаорино. Приехал с работы. Снова уставший. Ну, не хочет он дома сидеть. Немножко развеяться. Вот едем. Пока магазин ещё открыт. Снова поле наполняется водой. Сан-Карло. Здесь у нас картошка-чипсы делают. Картофель жареная. А, это варила. Это итальянская паста. И сделают печенье всякие. Не только паста. Там мы тоже на окраине Навары. Наш район, ну, там, в той стороне. А мы здесь. Мы едем через вот так вот туда. То мы сюда ехали вот так, а теперь туда. Видимо, так. Так, так, так. Так, так и так. Тут такие вот сзади.